Всем привет, это Костян, и я по-прежнему в Таиланде, в ресторане Кристалл. Ну, собственно, где же еще мне позволить не только поснимать на кухне, как готовят разные блюда, но и даже приготовить их самому. За это отдельное спасибо хозяйке и шефу этого ресторана Джим. И это видео – это нечто среднее между рецептом и обзором на Паттай. Почему именно Паттай? Потому что это настолько простое блюдо, что приготовить его можно за 10 минут. При этом почти все необычные ингредиенты, которые в нее входят, заменяются нашими простецкими аналогами. Таким образом, простота и быстрота приготовления Паттай делают его просто блюдом на каждый день, каковым, собственно, он в Таиланде и является. Сразу же, опережая события, хочется сказать для искушенной в кулинарии части аудитории, я надеюсь, таких людей среди подписчиков немало. Именно для вас я упросил Джим поведать самый исконный, самый древний рецепт Паттая, который только удалось достать. Поэтому, я уверен, и для вас найдется что-то новое и интересное в этом видео. Итак, нам понадобится Рыбный соус Соевый соус Копченый соевый соус Глутаматик, конечно же Устричный соус Куриный бульон Сахар Сушеный икри Перец чили Зеленый лук Ростки сои Яйцо Тофу Тертая морковь Нашинкованная капуста Рубленный чеснок В хорошо разогретый вок Добавляем растительное масло Даем нагреться И выкладываем тофу Тофу обжаривается до золотистости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Затем добавляем яйцо И сразу идет рисовая лапша Можно брать в общем-то любую Вчерашние макарушки тоже прекрасно подойдут Конечно идет немножко воды Для размягчения лапши Затем соевый соус Немного рыбного соуса Сахар Добротное количество капусты Немного моркови И конечно же криль Свежие ростки сои и зеленый лук Добавляются в самом конце Они не должны потерять сочность Должны остаться хрустяшками Прогреваем не больше минуты И выкладываем Подается потай с дробленым арахисом Долькой лайма Свежими ростками сои И зеленым луком Да и конечно же чили Остроту можно балансировать Также добавив его И во время приготовления Субтитры сделал DimaTorzok После приготовления Меня интересовал Самый главный вопрос А настолько ли сильно Этот потай отличается От того обычного Который нам сейчас везде подают И оказалось что да Не ошибусь Если скажу что Это так же сильно отличается Как макароны по-флотски И боланьезы В этом варианте Потай намного более сладкий Что и понятно В Азии очень любят сладкое Рыбный соус Тут же в свое время Придают пикантную ноту Кто его пробовал Тот поймет о чем я Конечно же наличие Только криля здесь В виде мяса Делает его не таким сытным Как если бы там была Курица или свинина Но да оно и понятно Откуда возьмутся в блюде На каждый день В те времена Такие богатые ингредиенты Но с добавлением криля Нужно сказать Что потай приобретает Несколько морской вкус Чего нет конечно же В современном варианте Да и не забывайте Использовать лайм Полив его соком блюда После того как вы уже Съели половину Вы получаете Совсем другой вкус Тем самым получается Что вы едите Как бы два блюда Одно до А второе после добавления лайма Подытоживая Можно сказать Что это действительно Очень быстро Приготавливаемое блюдо На каждый день И при определенной сноровке Оно с легкостью Может заменить Даже обычную нашу яичницу А с вами был Константин Для подписчиков Костян Спасибо Джим Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому